В правительстве сегодня подвели итоги работы Минсельхоза за первое полугодие. Так, в этом году увеличился парк зерноуборочных комбайнов до тысячи единиц. По вопросам же лизинга сельхозтехники Сарпашев поинтересовался у представителей Росаграмаша по поводу сотрудничества с Айлбанком. Вопрос задаю, как представитель Росаграмаш, как партнер Айлбанка. После него лизинга операции отрабатываешься, да? Да. И какие недостатки, какие преимущества есть? Все нормально у вас там? Все нормально. Известно, что в последние годы в Кыргызстане растет импорт сельскохозяйственной техники. Фермеры, пользуясь предоставленными государственным Айлбанком лизинговыми схемами, приобретают себе трактора и комбайны, в том числе российского производства. Этому содействует Российская ассоциация производителей сельскохозяйственной техники Росаграмаш. Ну, я в первую очередь хочу сказать, что это заслуга ассоциации Росаграмаш и в партнерстве именно с правительством Кыргызской республики. Потому что благодаря этому партнерству создана выставка сельхозтехники Айл Агра. Ну, она не только сельхозтехники, вообще выставка очень обширная, у нее много тем. И в партнерстве с правительством Кыргызской республики создан проект Айл Агра. Что он дает? Он дает возможность компаниям показать новую технику, новые технологии. Все, что есть новое интересное сейчас на рынке и представить здесь, на территории Кыргызской республики. Между тем, в СМИ идет полемика о том, что члена ассоциации компанию Росцельмаш в Кыргызстан привела политическая партия «Унгу Прогресс». Имеет ли эта партия какие-то коммерческие отношения с Росцельмашем? С партией нет. Они ищут коммерческих партнеров. То есть для них важно найти компании, людей, которые будут приобретать их технику. То есть никакая политика здесь не играет никакую роль. Здесь главное как бизнес. Что нужно компании Росцельмаш? Компании Росцельмаш нужно продать как можно больше техники. Соответственно, они ищут покупателей. Кто эти покупатели? Это могут быть физические лица, это могут быть юридические лица. Но опять же, большинство техники продаются через Айл Банк по программам лизинга, по программам кредитования. По поводу заявления Росаграмаша в партии «Унгу Прогресс» заявили, что действительно они работают с ним. И вообще не ведут коммерческой деятельности, не являются хозяйствующим субъектом. Ассоциация «Росаграмаш» продвигает российскую технику во всём мире, но мы с ними контактируем и хорошо знакомы. Наш главный контакт – это «Россельмаш». Там выпускают комбайны. По их приглашению мы посетили завод в Ростове и приобрели там четыре комбайна. Но опять-таки речь идёт не о партии, а об околопартийных коммерческих структурах. Конкретно в «Росаграмаше» опровергли вот это заявление, опубликованное в СМИ. Отдельно обращаем внимание на то, что не соответствует действительности следующая распространённая в СМИ Кыргызстана информация. Теперь эта компания, комбайновый завод «Россельмаш», добралась до Кыргызстана благодаря депутату Джокру Кенеша, лидеру партии «Унгу Прогресс» Бакету Турубаеву и заявлении директора ассоциации «Росаграмаш». Тем временем на сайте «Росаграмаша» говорится, что российские заводы открыты для сотрудничества со всеми компаниями, которые желают стать уполномоченными дилерами в Кыргызстане. Продолжение следует...